Продолжение следует... 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 Это правда. Она является политической, она является как Россией, она является реалистичной. Чему именно 2018 года, почему именно сейчас решили исследовать, начать с правой. Я реализму някого, не вижу этих ситуаций. И вот такая такая ситуация. Прокуратура не впирается ни на что и здоровье. Но почему именно сейчас? Я не понимаю. Вы свою правину знаете или нет? Нет, я не могу. Регментуйте, пожалуйста. Я не знаю. Превокационные вопросы. Как я хочу познавать, если я захищаю народ. Слушайте, это можно так сказать героев войны, российско-украинской, что они все убивцы, российских найманцев. Я даже не знаю, просто запитание техницеа спрямованного. Вину в чем? В этих подозрах не есть. Есть ряд статей, яких самым выясняет, яких самым не выясняет. Я думаю, это будет в своем процессе расследования, когда мы уже будем понимать весь объем материалов. На данный момент у нас есть много материалов, которые учатся к вопросу о оборудовании запобежного захода. Но это не все. И мы не можем полностью еще сейчас мобиливать свою позицию. Я думаю, в дальнейшем мы будем понимать, что мы будем понимать, что мы будем понимать. Пане Ивановне, хочется, чтобы вы все спидали. На поруки вас хочу взять уже, как минимум, четыре народных убранца. Чи подходили, возможно, не до вас после вчерашнего заседания? Что они говорили вам? Парасюк, Семеншенко, Андрей Ильянко пришел, Юрий Деревянко. Как они поддерживают вас? Да, конечно. Даже то, что они пришли, они поддерживают. Но они еще и озвучивали то, что они поддерживают. А до вас они как-то обратились? Ну так. Что случилось? Что случилось? Я поддерживаю свою поддержку. Спасибо. 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 Спас, компаний Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 А криминальное проведение, в котором его подозревают, внесено до ЕРДР 14 лютого 2014 года. Но я не отключаю, чтобы там, возможно, этот факт объединен с этим материалом. Мне пока не понятно. Иван Биванчук говорил в своем интервью о том, что он стрелял. Есть еще какие-то доказы, которые могли бы вырвать? Ну, я вам так скажу, мне из тех даний, которые мне не знали, про обставины, что он говорил, что он кого-то сбивал, мне не знали. Таких даний нет. Это получается, что расстрел был у них уже 14-го, запланирован, как говорится, от 20-го почился расстрел. Не, я не могу это ствердживать, просто уводить, я не знаю. Значит, знали, у нас уже завод ЛНР. Значит, они знают, что 18-го числа будет расстрел. И Уценка знал, и Пашинцкая, они знали, что все знают. А еще одна стабильная информация... Не, я еще раз скажу, я... Потому что это очень важно. Это выклевает с колпотанием. Это выклевает с колпотанием. Все, что могу сообщить. А под этим я еще раз наголошу, я не выключаю, что... Еще раз, я наголошу, что я не выключаю, что просто цей эпизод был приеднан до криминальной справы, которая была порушена 14-го лютого. Ну, скажем так, я не выключаю, как вариант. В самому клопотанні вказано, что он подозрится в криминальном управлении, которое зарестровано 14-го лютого. 16-го лютого, 14-го лютого. Приводу, я проголошу. Приводу, в чиненні, они в блоченні 20-го лютого. Вы понимаете, просто для того, чтобы эти информации надо побачить этот момент и показать его на камеру. В этой стадии досудового расследования я не маю права проголошувати без дозвола следствия. Скажите, где сами зараз бывающие, и будете вы с ним до начала наследственного заседания спілкуватись? Да, мы зараз пойдемо до Печерского суду на заседание, что до судового расследования, по сути, клопотания про оборонение относительно Бубенчика, заходу, запрещеного захода, в виде тримания. Когда конкретно будет эта справа призначена, я не знаю, но я не выключаю, что за несколько годин. Адвокат, тут позволили, короче говоря, Луценко призывал к оружию, это есть в Ютубе. Так что пусть журналисты, пусть следующий возьмут именно это видео в Ютубе, где Луценко призывал брать оружие. Я так скажу, на этой стадии это не есть, скажем так, ну, мы можем, звичайно, все данные, которые мы еще не можем аргументовать, но в данном случае Печерского будет даваться в ходе досудового СМИства. Я не выключаю, что такое видео может быть, надо цеплять, бачку. Да, Тесанку Церковь призывал брать оружие в Ютубе. Ну, понятное дело, это не имеет значительность, это не имеет значительность, не поджигание. Он не призывал оружие, он говорил, что завтра в 6 часов утра оружие прибудет со Львова. Это видео тоже есть в Ютубе. Надо это все в стопку. Вот это надо, мы будем все найти. Надо копать. Какие сети у меня есть? Вот это надо все сейчас в соцсети везде вылаживать. Да, вылаживайся, Сонечка. И паковать все сразу. Да, все, спасибо.